Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. В Минздраве Карачаево-Черкесии прогнозируют, что 60% населения республики получат прививки от гриппа, затем начнется вакцинация от коронавируса. Об этом телеканал «Россия-1» сообщил министр здравоохранения Казим Шаманов сегодня утром в программе «Горячая линия». Когда по плану карачаево-черкесское население будет прививаться? Первую часть вакцины мы уже получили, но это идут постклинические испытания. На ком испытываете? На медработниках. У нас есть добровольцы? Конечно. А это правда, что им 140 тысяч платят за добровольность? Нет. Бесплатно? Нет, конечно. Конечно, это постклинические испытания, вакцины по всей России идут. Небольшие дозы во все регионы России поступили. Сколько у нас медработников, таких добровольцев? Сейчас пока немного вакцины. Сейчас у нас 42 дозы. 42 человека есть. Мы их будем прививать. В том числе, наверное, я сделал прививку сейчас от гриппа. И эту вакцину можно или одновременно, надо было делать обе прививки. В один день? Да. В один момент даже. Или с разницей в месяц. Вот сейчас месяц пройдет после прививки. Как я сделал грипп? Конечно, я себе сделаю прививку от коронавируса. Это будет публично, чтобы люди поверили? Если это интересно, я сделаю это публично. Давайте на камеру. Конечно. Вести из Оперштаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 6 681 человек. Из них 4 775 выздоровели. Перегаспитализировано 337 пациентов. В Карачаево-Черкесии 17 марта текущего года введен режим повышенной готовности, который подписывает соблюдать самоизоляцию гражданам, прибывшим из заграницы, а также людям, у которых был выявлен коронавирус и контактировавшим с больными. Какие меры предпринимаются со стороны правоохранительных органов по обеспечению исполнения требований особого режима, вестям рассказали сотрудники группы по взаимодействию с органами исполнительной власти отдела охраны общественного порядка регионального МВД. Подробнее Ахмат Халкетчев. Во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесии полицейскими проводится целый ряд мероприятий. Списки заболевших, контактных лиц и прибывших из заграницы в МВД поступают из Роспотребнадзора. Сотрудники полиции осуществляют проверку данных лиц на основании предписания, выданного Роспотребнадзором. Проверка осуществляется при наличии средств индивидуальной защиты, а также соблюдении установленных правил при соблюдении дистанции в полтора метра. Также в рамках противодействия распространения коронавирусной инфекции и обеспечения соблюдения особого режима с 20 марта по настоящее время полицейскими проведено более 54 тысяч проверок по месту жительства, лиц к которым предписано соблюдать режим самоизоляции. И, как говорят полицейские, выявлено 4190 фактов нарушения. За нарушение установленных правил и норм самоизоляции лица, нарушившие данные правила, подлежат привлечению к административной ответственности в соответствии с Кодексом административных правонарушениях Российской Федерации. А также сотрудники полиции проводят профилактические беседы, во время которых еще раз напоминают о необходимости соблюдения указанных правил, а также об ответственности за несоблюдение их. По инициативе Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» в рамках акции «Лес Победы» сотрудники ОМВД России по Черкесску совместно с представителями Совета ветеранов и Общественного совета при территориальном органе высадили деревья породы ясени липа. Мероприятие направлено на сохранение памяти о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне. Проекту в этом году исполнилось 6 лет. Первая акция прошла в 2014 году в городе воинской славы Нарофоминск. С тех пор «Лес Победы» закладывается на территории всей России. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Крачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах будет сильный дождь и град. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду и порывы до 11-14. При грозе до 18. Температура ночью 8-13, днём 20-25. А в горах ночью до плюс 7, а днём до плюс 15. В центральных и местами в южных районах высокая пожароопасность. В Черкесии кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду и порывы будут до 14. Температура ночью 11-13, а днём 23-25 градусов тепла. Всё, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. В Карачаевске в Центре культурного развития имени Кайсына Кулиева прошло мероприятие, посвященное восхождению на Эльбрус. 4 сентября трое смельчаков верхом на лошадях карачаевской породы покорили высшую точку Европы. Данное восхождение было приурочено к 75-й годовщине победы Великой Отечественной войне. Подробности у Аслана Гирюгова. Как отметили участники восхождения, для данного маршрута лошади карачаевской породы были выбраны неспроста, ведь они лучше всех пород, приспособленных к подобным перегрузкам. Акклиматизацию проходили как наездники, так и скакуны. Кроме этого, подбиралась экипировка. Для лошадей были сделаны особенные подковы, предназначенные для снега и льда. Участниками стали заместитель начальника следственного отдела республики Рамазан Алчаков, учитель школы аула Верхняя Мора, Абрек Эдиев и уроженец села Барановка Иван Кулага. В дальних переходах я участвовал именно высота. Первый раз ты на такой высоте, больше трех тысяч я никогда не был. Так, ну, запомнилось на всю жизнь. Очень команда у нас была слаженная. Лошади чувствовали себя великолепно. Ну, в принципе, мы все прошли дружно, бок о бок, с лошадьми и с друзьями нашими. Участникам восхождения вручили грамоты и благодарственные письма, а также подарки от администрации Карачаевской и общественных организаций. Восхождение приворочили к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Как было отмечено, Эльбрус – своенравная гора, и покорить ее с первого раза не удавалось многим опытам альпинистам. Еще раз они убедили, доказали всему миру, что есть такая уникальная, единственная в своем роде порода лошадей, имя которому Карачаевская. Когда есть фотографии, и когда ты видишь, то ты понимаешь величие подвига. Это по-настоящему, это не статистика, что поднялись на гору, Эльбрус и так далее. Нет, Эльбрус, причем, своенравная вершина, она не всех принимает. О сложности данного Восхождения лучше всего могут рассказать профессиональные жокеи, одним из которых является Морзобек Капышев. Он, как никто другой, понимает, насколько сложно преодолевается подобный маршрут. Надо коня с детства готовить, работать, чтобы он был физически одаренный, и там постоянно ездить на нем, чтобы лошадь была наработанной. И человек должен быть умелым, смелым, чтобы по скалам, где, как правильно вести коня, чтобы все знал. Завершилось мероприятие возложением цветов на площади города Карачаевска, после чего участники Восхождения рассказали о планах на будущее, и стоит ли туристам пытаться покорить высшую точку Европы. Мы действительно много чего планируем пока, в том числе с лошадьми в первую очередь, конечно же, мы планируем много мероприятий. Да, мы действительно приобрели огромный опыт. Гора Эльбрус, она непростая, она нам преподала несколько уроков, которые мы запомним на всю оставшуюся жизнь. Мне кажется, это опасно и не стоит именно туризмом заниматься, туда на Лаконном. Лично мое мнение. А все остальное, вот где акклиматизацию мы проходили, там без проблем можно туризмом заниматься, а именно на это просто не стоит. Спасибо. Присоединяюсь, у нас еще много плана, но заранее ничего не можем обещать. Аслан Гирюгов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В Архизе установлен новый групповой мировой рекорд. Спортсмены, семи субъектов СКФО впервые собрались не для того, чтобы выяснить, кто из них сильнее, а выступить вместе для достижения общего результата, который войдет в историю. Подробности у Али Баташева. Мы собрали семь человек, семи субъектов СКФО, семь представителей субъектов СКФО, чтобы они совместно установили групповой рекорд, который называется «Дружба народов». Цель данного мероприятия – укрепить дружеские отношения между народами. Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаева-Черкесия, Ставропольский край, Северная Осетия и Чеченская республика. Семь участников, семь этапов соревнований. Первое испытание перекладено. За одну минуту Саид Малаев из Дагестана потянулся 27 раз. Честно сказать, подтягивания такие считали более чистые. Но подтягиваемся, в принципе, раз 35-40, наверное, так. В основном с дополнительными сами работаем. Как вам, Карачаева-Черкесия? Я первый раз здесь. Здесь очень мне понравилось, как в Дагестане горы. В Дагестане я проехал горы, здесь все горы. Ну, красиво очень. Все достижения спортсменов фиксировались не только главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко и нашим знаменитым земляком Маратом Узденовым, но и специальной аппаратурой. Впервые на таких мероприятиях применяется система счетчика, которая объективно считает угол амплитуды выполнения упражнения. Не все привыкли, естественно, к этим новшествам, но к ним нужно привыкать, потому что это вот новое веяние в спорте ближайшего времени. А еще участников ожидали отжимания на брусьях и от земли. Выход силой, подъем ног к перекладине, подъем переворотом, вис на турнике. Кстати, в последнем этапе ребят поддержал личным примером олимпийский чемпион России по боксу 2008 года Рахим Чакхиев. По итогам соревнований установлен первый командный рекорд. 260 отжиманий от пола, 272 отжиманий на брусьях, 537 подтягиваний на перекладине, общее количество выходов силой на обе руки 57, подъем переворотом 87. Я впечатлен результатом, очень хороший результат на первый раз. Я буду это продолжать делать заново и заново. Если кто-то их перебет, мы будем готовиться и перебивать их. В следующем году будут такие же? И в следующем году будут. И в этом году еще что-нибудь придумаем новое. Каждый участник в торжественной обстановке получил сертификат, где были отражены личные и коллективные достижения группового рекорда «Дружба народов», приуроченного к 75-летию победы Великой Отечественной войне. Своим примером представители семи субъектов СКФО доказывают, что «Дружба народов» – это сила, а побеждать вместе легче. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Архыс. Черкесские продолжают свою работу. Рыбная ярмарка «Дары Камчатки» в ассортименте более 20 видов полезной и вкусной рыбы. И, конечно, красная икра. Светлана Шаганова о рыбных деликатесах. На этой неделе поспешите не в аптеку, а на рыбную ярмарку. Ведь лучшее лекарство для укрепления иммунитета – это хорошая рыба и красная икра. Рыбаки Камчатки снова приехали в Черкесск. И поэтому все дороги ведут в центр предпринимателя. И вот они – дары Тихого океана. Всего хочется по чуть-чуть и сразу. И все же, у кого какие предпочтения? Глаза покупателей устремляются на царицу лососевых – чавычу. Палтус тоже знаменит своими полезными свойствами. Палтус, насколько он очень жирный и вкусный, но он считается диетической рыбой. Это очень полезно для кишечника. Много рыб, дутерский наименований. Новинки у нас есть – кальмары, щупальцы, кальмары фамидии, сельд и восси. Это все с Камчатки, это все Дальний Восток. Все очень полезно и вкусно. А у кого повышенный холестерин, тут на помощь придет белорыбица. Калорийность в ней не так уж и велика. Но в белорыбице все необходимые витамины и микроэлементы. Рекомендуется употреблять при заболеваниях щитовидной железы, также снижается риск инфарктов. Впервые на ярмарке – мидии, кальмары, осьминоги. Здесь самая настоящая Тихоокеанская сельдь. Дикая рыба-голец, обитающая только в реках Камчатки. Байкальский омуль вяленый. Выстроились в шеренгу и консервы. Самые настоящие, которые продавались еще в далеком Советском Союзе. Ну и, безусловно, красная королева рыбной ярмарки – это икра. Вы знаете, такой вкусной икры я еще не ела. Кстати, в период пандемии – это то, что нужно. Наисвежайшая красная икра. Она укрепляет суставы, снижает вес. Одним словом, красная икра – эликсир красоты и долголетия. Икра у нас есть, чавычи, киты, есть форелевая икра. Вся икра очень полезна. Тем более сейчас, как у нас очень много вирусов, гриппа. Это очень полезно. Дары Камчатки порадуют всех гурманов. А если вы не любитель рыбы, то вам тоже необходимо прийти на рыбную ярмарку. Попробовав однажды, вы непременно полюбите богатство морей и укрепите свое здоровье. Особенно сейчас, в период коронавирусной инфекции. Мы рады видеть покупателей города Черкеска. Это любимый наш город. Мы сюда с удовольствием приезжаем и ждем наших покупателей. Вкуснейшая камчатская рыба ждет жителей Карачаева-Черкесии в городе Черкеске с западной стороны в доме предпринимателя, рядом с республиканской стоматологией. Светлана Шаганова, Роберт Джигутанов. Вести. Карачаева-Черкесия. Карачаева-Черкесия. Всем, у кого хорошая кредитная история, дают большие скидки на потребительские кредиты. Такую весть поведают Руслан Карпмазов и Светлана Шаганова в «Полезном утре» на телеканале «Россия-1». В республику пришло кредитное счастье. Потребительские проценты снизились до 3,8. Такие кредиты выдает Государственный промсвязьбанк. Этот банк обслуживает оборонную промышленность России, поэтому в банке много денег. В Карачаевой-Черкесии промсвязьбанк работает в черкесске по улице Пушкинская, 71. Там же, где ранее был связьбанк, который увеличился до промсвязьбанка. В республике этим банком руководят Юрий Доттаев и Фатима Хубиева. Кому нужны кредиты от 700 тысяч рублей по 3,8% срочно в понедельник? Идите. Нет, бегите в промсвязьбанк. Вас будет ждать кредитный специалист Курман Ижаев. Промсвязьбанки выдадут дешевые кредиты по 3,8% и на рефинансирование кредитов в других банках. Это все в Вести. До встречи и приятных вам выходных.